здравствуйте татьяна викторовна спасибо за представление уважаемые слушатели всех приветствую большое спасибо что вы пришли и надеюсь оправдать ваши надежды рассказать вам что-то полезное и интересное выбирая тему для сегодняшнего вебинара я решила выбрать ну вот самую прагматическую тему собственно где где найти поддержку как найти поддержку и как можно провести конференцию вот где найти деньги и ресурсы а значит прежде чем я перейду к конкретике я бы хотела сказать что на самом деле вы ищете ресурсы и поддержку не на голом месте у вас тоже есть ресурс когда вы организуете конференцию у вас есть ресурс это ваш академический капитал это ваш опыт это ваше знание это ваш престиж в академическом кругу ваших институций которые организовывают конференцию и поэтому мы сегодня будем говорить о том как вам поменять академический капитал но на бренные деньги или на какие-то другие материальные блага которые дадут вам возможность провести конференцию значит прежде всего какие расходы могут быть когда вы проводите конференцию но все наверное присутствующие или сами проводили и участвовали в конференции поэтому примерно себе представляют как вот в тех городах которых они живут так и посещали конференции может быть в других городах и в других странах и примерно представляют всю структуру расходов вот такая структура расходов вот этот бюджет который примерно связано с конференционными тратами а значит я здесь вот по максимуму попыталась все пункты такого вот бюджета перечислить и мне хотелось бы их прокомментировать каждый пункт отдельно потому что от разных установок ваших зависит то какие собственно говоря пункты являются принципиальными для того чтобы провести конференцию и какие пункты можно обойти или каким-то образом решить этот вопрос иначе но прежде всего мне хотелось бы сказать какие собственно где мы ищем источники вот мы допустим решили с вами что мы хотим найти какую-то сумму денег на конференцию значит сумма денег вот эта вот сумма финансов она ее приблизительно подсчитать не невозможно потому что в каждом случае это совершенно разный уровень расходов и в зависимости от договоренности и от того что вы хотите предоставить своим участникам это может быть разная сумма а значит помещение может по-разному стоит гостиница может по-разному стоит но если представляете билеты может человек к вам лететь во владивосток из москвы или в москву из владивостока а может из твери ехать вот это разные цены на билеты как вы понимаете и здесь тоже какое-то сразу устанавливать сумму сложно то есть я могу перечислить бюджете пункты но я не могу приблизительные траты сюда написать потому что эти приблизительные траты они связаны с очень многими пунктами с участниками с вашими целями и задачами проведения конференции мы более подробно я не буду сегодня об этом говорить наши цели и задачи могут быть самые важные от познания научной истины и обсуждения на конференции до решения каких-то своих вопросов административных и даже карьерных вы строите так network когда конференцию проводите знакомитесь нужными людьми и так далее самые разные цели будут об этом я в курсе подробно говорю а сегодня я только про материальные сюжеты там нужен ли вам синхронный перевод или у вас участники все на каком-то одном двух языках говорят и так далее то есть бюджет может быть разным и соответственно источники тоже могут быть разные я вот к этому бюджету конференции еще вернусь я прокомментирую все вот эти пункты отдельно мне сначала хочется сказать какие источники собственно говоря у вас есть и настолько насколько богатый выбор вот этих источников значит какие у нас есть реальные источники получения средств академической среде я сейчас рассматриваю но вообще и в своем курсе и в этом вебинаре академические конференции я не буду рассматривать бизнес-конференции какие-то вот такие а конгрессы которые проводятся всякие специфические организации там немножко другие установки и немножко иначе организовано финансирование я имею ввиду научные конференции а значит прежде всего определенную поддержку могут оказать институты которые проводят конференции они могут предоставить помещение они могут распечатать программы они могут даже оплатить коммунизировочные расходы каким-то приезжающим особенно важным докладчиком там клинарным они могут обеспечить визовую поддержку иностранных участников а но и так далее это могут быть частные спонсоры это могут быть частные спонсоры из бизнес-среды и мы видим что такое бывает довольно часто но вот работа с частными спонсорами требует отдельных как бы фандрайзинговых усилий и в этой работе есть такие вот но некоторые сложности в работе с частными спонсорами потому что это зависит от того как каким именно способом вы получаете средства сейчас в общем это довольно строго поэтому у меня был случай например мы проводили конференцию давно это правда было еще в девяносто шестом году по екатерине 2 екатерина велика эпоха российской истории это было время на 90-е годы да когда как бы все было можно у нас был один спонсор который спонсировал нам конференции там мою книжку даже он спонсировал вот как-то любил академические всякие сам как бы в прошлом преподавал а потом занялся бизнесом так он мне на одну конференцию знаете досталось бумажник несколько купюр я просто не знала куда деваться потому что это вообще нехорошо надо было чтобы средства на проведение все-таки переводились через какой-то счет чтобы у вас всегда были была возможность отчета вот никакие наличные деньги они не советую вам чтобы они курсировали циркулировали в каком-то процессе проведения конференции с одной стороны это не является нарушением а с другой стороны все-таки здесь есть налоговые законы и которые можно в этом случае как-то вот могут с ними быть сложности поэтому организация на базе которой вы проводите конференции или одна из организаций на базе которых вы проводите то что организации может быть много хоть десять никто ограничивает их количество нет закона что конференции проводит одна организация сколько угодно сколько вам удобно мы еще об этом поговорим и поэтому лучше бы договориться о переведении на счет в организации где есть бухгалтеры где есть юрист чтобы они ну как бы посмотрели как вот эти все оформить пожертвования сейчас в общем-то люди это понимают но обращаю вас ваше внимание на вот этот пункт и если вы нашли спонсора это отлично но вот спонсор сейчас тоже понимает дело в том что когда он тоже деньги куда-то жертвует вот фон тропической деятельностью занимается поддерживает нам он тоже свои преференции получает у нас налоговых скидок нет как в некоторых странах но значит он может на своем сайте написать и поднять свой как бы культурный капитал увеличить свой престиж таким образом многие филантропы так и поступают а значит вот самым часто распространенным способом поддержки конференционной является рубзнос участников я думаю что если я спрошу участвующих там платили они рубзносы когда-нибудь за конференцию все мы почти все когда-то платили какие-то рубзносы всяком случае видели много объявлений о конференциях с рубзносами вот по поводу рубзносов мне хотелось бы отдельный такой вот ваше внимание привлечь вот потому что это не такой простой способ поиска поддержки а значит по нашим законам если вы собираете какие-то деньги то вы должны платить них налог другой стороны это дохода мне кстати специально с юристом консультировалась по этому поводу специально и хочу сказать что вот мы конференции проводим много вот я с моими коллегами наверно больше пятидесяти мы провели конференции уже народного уровня никогда не собирали рубзносы именно из-за вот этих вот сложностей с одной стороны если вы тратите эти деньги на нужды конференции полностью то есть там на констовары которые нужны для конференции на кофе брейки вы нарушаете закон но с другой стороны когда вам на счет куда-то да вот если лично там собирается на свой счет или там кто-то сидит собирает деньги кэшем вы собираете вот эти деньги то налоговая значит она полагает что это таки доход и хоть вы его тратите на конференцию вам с него нужно заплатить наук но там вопросы а как налоговую узнает ну как налоговую узнает кто-нибудь сообщит у вас же нет гарантии что сама мало вероятно что налоговая инспекция будет заниматься знаете вот там ага конференцию проводят ага вноса собирать ну-ка сейчас мы пошлем своего представителя этого она делать конечно не будет но если узнает каким-то способом у вас будут какие-то неприятности совершенно нелепые значит как выходят из этой ситуации из этой ситуации выходят по-разному значит некоторые организации они значит как вот официально можно выйти из этой ситуации нужно заключить с каждым участником специальный договор о предоставлении ему услуг то что на конференции вы предоставляете услуги вы ему предоставляете услуги там организовываете то организовываете все и так далее это все как бы можно рассматривать как платные услуги заключаете договор сейчас я вам покажу примерный образец вот такого договора он примерно нельзя его один к одному брать и каждый раз когда вы проводите конференцию нужно с юристом составлять такой договор нельзя вот абстрактный договор составить там всегда это должно быть ясно какая тема сколько участников значит какое какая сумма взноса на что этот взнос будет потрачен прям конкретно по бюджету расписать и вот я сейчас покажу примерно такой договор какой заключает один вуз петербургский не буду называть его название потому что ну как-то удобно вот его скачать тоже нельзя просто посмотрите и все равно если вы свою конференцию проводите у вас как-то могут быть нюансы какие-то в вашем договоре вот посмотрите какой это мощный документ какой это мощный документ который подписывается значит каждым участником с одной стороны там проректором другой стороны вот если вы все-таки решите собирать рубзнос то мой вам совет вот самим с юристом вот оргкомитету вот заключать делать такой документ и собирать это на свой счет это как-то вот ну чрезвычайно сложно вы договоритесь с одной из организаций вот допустим с возом где есть юристы и где есть бухгалтер чтобы они вот заключали такой договор и тогда насчет институции будут приходить все взносы которые вы можете потратить на конференцию ну и конечно вы должны понимать что если в институцию попадают эти деньги то вам получить их из этой институции чтобы потратить на конференцию это тоже не такое прямо безоблачное счастье вы это тоже делаете там по бюджету это все занимает время в общем с взносами если не хватит по закону это вот такая вот головная боль и такая вот суета и такие вот телодвижения довольно сложно но так делают очень многие многие как бы не изморачиваются вот этими юридическими тонкостями ну советовать я вам это не могу я просто вот рассказываю как нужно вам полный сделать и это не так просто значит но вот это гораздо проще конечно найти на конференцию грант и этот грант соответственно потратить на конференционные ноты грант можно найти в фондах которые поддерживают науку образования это могут быть российские фонды это могут быть в принципе зарубежные фонды хотя сейчас со многими зарубежными фондами ну вот в нынешней ситуации не советую вам иметь дело потому что могут быть сложности если вы будете из-за границы получать деньги но вот я смотрю на мой курс который я буду по конференциям читать там записались коллеги из других стран зависит от законодательства ваших стран от ситуации в вашей стране а значит российскими участниками я все-таки советую взаимодействовать с российскими фондами и не с какими другими и значит местные власти местные власти особенно в крупных городах департаменты науки департаменты культуры очень часто проводят конкурсы вы может быть они даже иногда не знаете об этих конкурсах просто вот эти департаменты особенно в небольших городах они эти конкурсы проводят знаете как они как-то не понимают что для того чтобы мероприятие или не хотят понимать для того чтобы мероприятие провести нужно какое-то время на подготовку они там объявляют конкурс и там через месяц или даже меньше чем через месяц дедлайн то есть нужно их все время мониторить или прям к нему сходить и пообсуждать вот эту ситуацию может быть им какая-то конференция которую вы будете проводить может быть для вашего вот этой институции она будет престижно и интересно соответствовать каким-то их там планам других отделов и они придумают как вам помочь и и вас поддержать но в самом худшем случае они вам откажут а вообще может быть они могут вас поддержать вот местные власти может быть они не деньги вам выделят а что нибудь выделят другое для проведения конференции допустим там помещение или вот там какие-нибудь переводчиков или там какие-нибудь другие возможности ну то есть натурой чем-то обеспечить может в местной прессе осветят рекламу может быть помогут сделать программу помогут напечатать то есть это очень не вредно сходить и говорить а кроме того есть конкурсы у этих организаций сейчас мы несколько слов небольшой обзор такой вот по вот этим возможностям а сейчас я сделаю а значит во первых вот есть такие фонды которые чего-то у нас не на слуху это фонды местных сообществ это вот небольшие фонды которые есть в разных городах и весях вот тут даже карта есть ссылочка вы потом когда скачаете презентацию сами можете посмотреть где есть эти фонды местных сообществ у них видите как вот они располагаются они не везде есть но тем не менее они есть это фонды в которые можно обратиться маловероятно что у них будет программа грантов по поддержке конференции но обратиться к ним с вот пообсуждать не поддержат ли они вашу конференцию это можно дело в том что вы конференцию свою можете в каком-то делать социальном контексте вот допустим она конференция ваша может идти под флагом поддержки молодых ученых конференция может идти под флагом поддержки значит там экологических ну зависит от вашей темы по тем это разные у вас могут быть вдруг у вас какая-то экологическая тема и фонд занимается экологическими проблемами тогда вы значит попадаете в их вот тематику и очень может быть они вас поддержат или часть бюджета оплатит ну так вот чтобы полностью фонд оплатил вот весь большой бюджет который вначале озвучила конечно это маловероятно но вы же можете из нескольких источников чат тоже не говорит что у вас должен только один источник во всяком случае вот эти ресурсы которые я здесь указываю да вот смотрите здесь и вот здесь здесь вот эти фонды местных сообществ они довольно подробно они сейчас объединились и их легко искать вот вы даже можете обратиться в фонд не своего сообщества где вы живете а может быть и проводите конференцию а может быть ваша тема как-то задевает какие-то проблемы которые поддерживают сообщества другого региона во всяком случае не нужно бояться выходить на контакт тем более сейчас контакты можно лучше личный конечно здесь всегда такой вопрос про деньги всегда лучше лично обсуждать договориться виртуально встречи и потом но если он другом регионе то конечно можно и но как бы по переписке вот такой источник который редко приходит в голову хотя на самом деле сообщества я смотрела там просто мониторила их они проводят иногда какие-то конференции почему не ваш может быть какой-то юбилей какого-то важного персонажа вы будете справлять который ну вот там составляет честь и славу какого-нибудь небольшого региона почему бы не попросить этого представителя поддержать а вы ему в свою очередь предоставить и слова на пленарном заседании чтобы он там поприветствовал пару слов сказал о своем сообществе то есть он вам финансовую поддержку вы ему пиар программки напишите что поддержана тем-то тем-то но это обязательно нужно в программке писать если вас кто-то поддержал обязательно это условие непременно значит какие фонды есть вот из тех которые поддерживают науку и образование которые прямо на конференцию дают грант ну вот раньше таких фондов много было это были ргнф рфф и у них прям были конференционные гранты сейчас к сожалению эти фонды почили в бозе но вот остался фонд русский мир у которого отдельно программа по конференциям есть и они программ по конференции поддерживают много но фонд этот поддерживают определенные определенную тематику у них довольно подробно об этом написано это продвижение русского языка или проекта культурной гуманитарной культурно-гуманитарной направленности которые поддерживают русскую культуру ну там можно российскую культуру немножко вот эти вот как бы рамки расширить российскую в контексте народов россии они давно уже регулярно проводят конкурсы вот до 15 сентября у них сейчас идет конкурс и следующие будет весеннюю сессию до 15 марта то есть такие устоявшиеся даты можно подготовить очень посмотрите на сайте я у нас сегодня времени немного мы вовремя должны кончить всего как бы час у нас времени вот посмотрите на сайте сколько они конференций самых разных поддерживают то есть это реально я многие знаю коллег которые нашли поддержку от фонда русский мир значит остальные фонды крупные вот в которых можно найти поддержку на конференцию вот у них так вот отдельного гранта на конференцию нет вот у российского научного фонда вот сейчас у них вот эти вот значит конкурсы которые сейчас проходят можете по ссылке зайти внимательно посмотреть там конференции отдельно нет может быть они конечно объявят у них много самых разных конкурсов они объявляют и международных тоже с какими-то странами и российских и много молодежь поддерживают и какие-то у них парадоксальные конкурсы там даже со школьниками какие-то в прошлом году были вот но это в основном конкурсы на выполнение научных проектов но а вот в рамках вот этого научного проекта можно запланировать и провести конференцию это как бы поощряется так как я являюсь экспертом этого фонда я очень много видела заявок где внутри научного проекта заявлено проведение конференции потому что там есть пункт в проекте как вы распространяете идеи вашего научного проекта как вы собираетесь их распространять и как распространять ну там кроме публикации это конференция это естественная форма вот поэтому тут нужно понимать что одна просто конференцию сюда подать нельзя но если вы подаете научный проект или 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 если кто-то вот из близких вам по духу людей подает или уже получил такой научный проект можно им предложить вот такое как бы участие даже вы можете не быть членом этого гранта сказать вот давайте вы конференцию проведете я помогу вам в организации а вы потому что нибудь поддержите на допустим публикацию за счет вашего гранта там ваши будут тексты и таким образом это будет взаимовыгодное сотрудничество человек который выполняет грант он сконцентрируется на своей научной работе не будет возиться с конференция у вас будет поддержка то есть вот такой вариант возможен и собственно говоря все остальные фонды которых я буду говорить это в основном в основном тоже вот где-то в контексте проекта в принципе можно конечно проект подавать как научный а и результатом этого научного проекта будет сборник конференции то есть вы собираете какую-то формулируете научную тему на эту научную тему проводите конференции сборник это и вот как бы результат исследований такой вот ход как-то может быть но и тогда это оформляете как проекта конференция это как часть вот этого проекта какие еще фонды можно задействовать вот чем хорошие рнф там гранты большие там реально гранты миллионные там скажем от этого гранта выделить деньги на издание это не является большим проблем в некоторых фондах гранты очень маленькие поэтому там как-то на издание тоже ощутимая какая-то часть гранта но можно как бы и на это ориентироваться значит это может быть из фондов еще фонд президентских грантов вот он до 15 октября работает значит фонд президентских грантов не совсем заточен на науку он в значительной степени заточен на социальные такие проекты в определенном смысле идеологически но в этом контексте найти возможность для вот вашей научной как бы конференции вполне можно опять-таки в контексте более широкого проекта просто на конференцию подавать что-то должно быть еще с этой конференции поэтому нужно подумать но президентские гранты тоже довольно большие там и не очень простая заявка также как и в рнф там не очень простая заявка но тут это уже отдельный такой сюжет если вы хотите получить грант вы должны научиться писать заявки и это делать потому что такого просто мы проводим конференцию дайте нам денег вот такой простой схемы нет она всегда требует определенных усилий но вот это вполне возможно и тоже знаю много случаев когда проводятся конференции на базе вот этих вот грантов президентских там очень приличные деньги и много что значит благотворительный фонд потанина вот у них прямо на конференции нет вот такой вот грант на конференции можно в контексте их проектов но очень многие фонды частные вот это частные фонда потанина они все-таки предполагают возможность что-то не предлагать свое вот и некоторые фонды поддерживают мероприятие за пределами своей уже вот установленные программы конкурса что-то им может понравиться то есть выйти на фонд потанина на какой-то вот отдел там ряд тематических отделов с предложением вполне можно нет гарантии конечно конечно что тут вот вас поддержат но другой стороны тогда эту вашу конференцию как бы проводит фонд и там с какими-то институциями может быть от имени которых вы выступаете но зато там частично эти расходы оплачиваются что в общем-то я считаю очень хорошим результатом то есть можно и так и так у потанина обычно гранты небольшие я сама в этом году получала пота минский град и след исследовательская стажировка по меньше 100 тысяч получилось в общей сложности ну плюс они там оплатили мне там покупку литературы какой-то еще кое-что вот но я там на другое потратила но могла бы часть там себя проводила конференцию на конференцию тем более у меня например в рамках вот этого потанинского гранта в проекте было проведение вебинар могла бы запланировать проведение конференции но это тоже как один из пунктов проекта не единственный один из пунктов проекта кстати вот эта программа исследовательских стажировок который еще будет вы можете запланировать вот такое мероприятие там наряду с другими и значит частично оплатить дело в том что вот потанинский грант в отличие от рнф там и других чем он плохо чем он хорош он плох тем что там небольшие суммы но он хорош тем что эти суммы присылают вам на карточку без посредников прям вот без посредников прям переводят и все вы тратите вы там какие-то пункты бюджета вы отчитываетесь там где фонд значит вам оплачивает там книжки или там канцтовары вот а там связь может быть еще что-то основная сумма идет вам просто вам вы уже и тратите по своему усмотрению а можете бюджет значит там какие-то пункты значит что я хочу сказать вот про эти бюджеты в любой заявки там есть форма бюджета что вы можете туда включать а что вы не можете там нельзя все что угодно включить но что-то в рамках бюджета что-то вы можете оплатить вверх связь там техническое обслуживание там услуги сторонних организаций типа там публикацию программ и так далее вот это как бы а вот эта сумма которая свободная вы уже можете хоть на кофе брейки потратить ну в общем есть такая возможность в этом фонде а значит фонд михаила прохорова в фонде михаила прохорова тоже нет отдельного пункта по конференциям но фонд михаила прохорова проводит очень много конференций в основном он конечно сотрудничает с вышкой с европейским университетом вот ну такими либеральными учебными заведениями но они очень активны и и в принципе обратиться к фонду с какой-то тематикой которая поддерживается фондом это в общем-то легко понять эту тематику потому что один из основателей фонда а это наталья прохорова это значит издатель журнала и директор издательства и на ло ну вот их тематика как бы понятно поэтому посмотреть на другие конференции проекты которые они проводят ну вот такая как бы возможность есть частным фондом всегда можно связаться и частный фонд всегда может принять решение помимо своей программы то что это частный фонд он имеет такие возможности государственный фонд конечно не имеет а частный фонд вполне может значит фонд история отечества вот есть у них в программе проведения конференций и но понятно что история отечества конференции должны быть тематические они должны быть как-то связано с историей россии и связано с историей россии ну вот в определенном я бы сказал так вот патриотическом таком плане это фонд для этого создана поэтому посмотрите какие они проекты поддерживают и вот если ваш проект соответствует то не обязательно вот по вот такой вот истории которую мы называем чистой историей это вот событие войны там революции нет может быть экономическая история то может быть история вот там повседневности какие-то более контексты такие вот нетривиальные это ваших руках но темно исторические должны быть конечно которые поддерживают может персонажу какому-то важному историческому деятелю культуры или ученому да может быть посвящено но тем не менее в рамках определенной тематики ну вот что этот фонд поддерживает значит фонд игона и гора гайдара у него вот таких вот программ нет как бы вот что вот конкурс там участвуйте и так далее то есть вот с ним нужно с руководством фонда договариваться обсуждать предлагать что-то он чаще по своим программам работает не если у вас что-то подходящее это конечно что-то вот такое связано с экономическими вопросами чаще всего понятным причинам и организует он проводит конференции поэтому если у вас какой-то сюжет соответствующий вот этому духу тематики а то можете с ними тоже вступить в диалог также как и фонд хамовники фонд хамовники это такой фонд который занимается поддержкой проекта по антропологии и вот у них очень вообще интересная система подачи заявок я вот даже не встречала нигде в другом фонде таких а вы с ними обсуждаете тему потом обсуждаете свою заявку не вот подаете мы обычно заявку подаем а потом ждем решения да они нет они с вашей заявкой работают там что-то советуют вам говорят что вот это нет это да и вот значит таким образом в конечном итоге они вам или дают грант или нет работают с вами и вполне можно то есть они настроены на обсуждение на то чтобы люди более четко формулировали свои задачи в соответствии с их целями и задачами значит этот фонд хамовники любят очень поддерживать какие-то такие вот исследования местные на местах каких каких-то таких вот проблем связанных с антропологией поэтому если ваш проект конференционный вот с этим связан а вот стоит с этим фондом взаимодействовать и обсудить если у вас какой то есть антропологический аспект так вот в чистом виде он конференции не проводят в контексте исследований но конференцию же можно сделать исследовательской она может быть результатом исследования каких-то вот ваших коллег которые там на протяжении какого-то время времени проводят а потом собираются вместе обсуждают результаты опубликуется виде конференции то есть вот этот фонд можно использовать с такими целями российский фонд культуры поддерживает там можете по ссылке посмотреть там довольно большая площадка в российском фонде культуры там разные конкурсы и если ваш ваша конференция подвергствуется как бы под то что поддерживает российский фонд культуры то вот он тоже вполне хотя он не чисто такой вот научный не чисто академическое но у вас может быть по поводу какого-то сюжета культурного академический аспект поэтому обратите внимание а значит фон горчакова поддерживает дипломатические сюжеты вот если вас дипломатический сюжет или персонаж какой-то связанной с дипломатии очень много было мыслителей дипломатов и философов даже тысяч как раз статью пишу про сломата там некоторые известные писатели очень много было дипломатов особенно российской империи поэтому вот фонд горчакова тоже может быть вам по вам помочь он вполне такой же неспособный тоже проводит разного рода мероприятия и поддерживает мероприятия связанные с дипломатии ну вот я мелкие фонды тоже здесь указываю благотворительный фонд имени елена ивановна рерих он как-то не очень богатый не очень активный но если у вас вот прям вот рериховская тема вы проводите конференцию про рерихом кого-то из этой семьи или плавацкой то можно к ним обратиться они как раз конференции ты поддерживал не очень много и в свое время у них там активность была побольше как-то они процветали 90-е начале двухтысячных годов но они до сих пор так вот как бы работают поэтому рериховский сюжет с ними вполне можно обсуждать но думаете кто рерихом занимается и наверняка этот функционер значит вот фонд искусство наука и спорт посмотрите какие у них проекты разные тоже в этом контексте можно попросить на проведение конференции ну вот еще несколько фондов сейчас там конкурс как раз идет фонд содействия инноваций социально ориентированные проекты но и если у вас тема вашей конференции как-то социально ориентирована то вот вполне можно до 15 сентября посмотреть у них вот конечно как бы сложное и туманное объяснение сопровождение но всегда есть контакты можно позвонить я довольно часто когда прежде чем подавать там на разные гранты но в этом фонде не получал он получал каких-то других я обычно начинаю с телефонных разговоров ну или с электронных писем или с телефонных разговоров то что в электронных письмах иногда просто даже не сформулируешь чего тебе надо а в телефонных разговорах по разговору уже понимаешь о чем там можно говорить и никогда не было чтобы со мной там тут не не хотел разговаривать и как-то не объяснил мне и можно было я когда потанинский грант получала я прежде чем вот уже заявку послать и раз десять звонила в этот фонд и разговаривала с разными людьми и всегда они очень мило и приятно со мной общались не объясняли много полезного для себя извлекла потому что это новый был проект я получала еще в первых как бы рядах и не очень понимала что они хотят там исследовательская стажировка я много раз я сделала на стажировке и какой-то модели стажировки привыкла оказывается я сидела у себя дома это называлась стажировка вот это чтобы мне уяснить назвалась заочная стажировка чтобы это уяснить мне нужен был десяток наверное звонков но я их сделала и в результате получила грант то что советы которые мне давали вот значит там кураторы программы так далее они оказались для меня важными и полезными при написании заявки поэтому не стесняйтесь это ну что делать если вы решили проводить публичное мероприятие вы не должны стесняться обращаться за вот для того чтобы изучить возможности им никто не любит конечно вот так вот название в эти это обсуждать но это необходимый элемент организационной работы если вы занимаетесь организационной работой то вы должны легко выходить на контакты и с самыми разными людьми самым ужасно и худшем случае вам слуха ответит и значит общение не получится у меня даже вот такого опыта не никогда с таким не сталкивалась но можем быть теоретически ничего страшного мы же люди как бы закаленные в боях ученые да поэтому это не страшно на самом деле чаще всего получите какой-то полезный совет иногда полезным советом даже будет что вот но мы не поддерживаем это вы тогда отложите это свитните налево да или как там это делают и просто не будете 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 искать какой-то другой источник вот есть еще несколько других фондов которым можно обратиться потом их внимательно посмотрите вот как-то так исторически сложилось что по истории давно довольно много фондов и действительно история в россии всегда была таким как бы предметом идеологическим что история что география поэтому естественно и существует много фондов которые поддерживают исследования исторические если вы проводите конференцию на историческую тему на актуальную историческую тему то вот можете обратиться они видите у них специальный пункт есть проведение конференции иногда на сайтах хочу сразу вам сказать иногда на сайтах некоторых фондов там не очень понятно как они поддерживают как писать заявку в таких случаях прямо списываете с ними созваниваетесь только лучше с какой-то конкретикой хотя иногда бывает что вы можете на такую тему провести можете на такую сначала можете наоборот выяснить какую-то на какую тему сейчас как бы интереснее а если у вас уже есть точная тему вы прям вот хотите на эту тогда можно так вот ну вот есть еще несколько источников которые вы потом посмотрите некоторые фонды многие просто не знают что такие есть советую вам обратить внимание я сама не знала что такой есть фонд святослав пока не стала готовится но не к этому курсу правда к предыдущему где я рассказывала про фонд разник академический у них сейчас вот очень интересный грант правда грант у них как бы не конференционное исследовательский но в контексте исследовательского гранта всегда можно конференцию поместить и если у вас вот такие как бы проекты есть все же рнф обсуждают но вот есть еще небольшие фонды кстати у него очень приличные больше даже гранта чем некоторых известных фондов 1 до 3 миллиона прилично ну тоже они хотят по российской истории что зарубежные фонды я перечислила я сказала что сейчас я не уверена что нужно к ним обращаться это не все а те которые вот как бы поддерживают академические проекты для справки скорее а значит и вот можете обращаться к ресурсу академический кабинет я регулярно здесь есть значит ссылка на фонды и я регулярно ей занимаюсь там какие-то убираю какие-то дополняю то есть она такая вот это активный сайт которым занимаются сейчас не буду в интернет выходить потому что у нас время немножко осталось и так много я хотела прокомментировать бюджет и я вам обещала рассказать как можно бесплатно значит сразу хочу сказать когда вы пишете заявки на конференции фонде то ваша заявка должна быть написана в соответствии с тем что фонд поддерживает фонд не все пункты бюджета поддерживает фонд никогда не даст и и и спонсор и и кто угодно никогда не даст деньги просто на конференцию всегда это по бюджету это будет что именно оплачивать и вот я хочу сказать что вот из этого списка очень многие вещи можно как бы не оплачивать за договориться за счет партнерства и этот пункт из бюджета исключить во первых я советую вам никогда не не платить за помещение это вот прямого тоже беспомощность какая-то платить за помещение всегда можно найти организацию которая вам предоставит помещение бесплатно если вы включите ее в число участников конференции это может быть вуз где помещение как вы сами понимаете достаточно много всегда это может быть библиотека многие библиотеки сейчас работают вот очень активно не только как выдавая книги на организую разные мероприятия библиотека вам даже может спасибо скажет что вы им обеспечите какое-то мероприятие это может быть какой-то каворкин это может быть точка кипения как которых сейчас много вот в разных городах и вузах которые на это заточены потом о библиотеке кстати какая-нибудь библиотека типа библиотека ельцинская библиотека президентская библиотека у них прекрасно оборудованное помещение с ученым секретарем разговаривала она как приходить из конференции мы приглашаем всех приходите пожалуйста мы тут все организуем что они все организуют техническое сопровождение вот как бы сам зал вот нужно с ними только там строгий пропускной очень вход нужно участники все что там были с паспортами заранее там анкету заполнили и так далее у них прекрасные условия для этого и во многих даже в маленьких районах библиотеках у них есть вот часто зал где могут можно провести мероприятие это даже можно и в читальном зале сделать но когда библиотека закрывается на мероприятии выходные так что вот можно к ним обращаться музеи а вот мы много раз проводили конференцию и на мойке 12 в музее держали нам в петербурге даже форме тоже в эрмитаже в эрмитажном театре у нас была одна конференция причем это было предложение эрмитажа мне в голову не пришло бы когда с эрмитажем обсуждала сотрудничестве просить у них эрмитажный театр для пленарного заседания они готовы этажный театр вам подойдет господи чуть в обморок не упала когда услышал я даже не знаю сколько стоит оплатить эрмитажный театр ну не хватит никаких конференционных денег поэтому помещение всегда можно найти бесплатно даже в небольшом городе а в любом вот культурном каком-то центре и в этом смысле можно и городским властям обратиться они вот место то для проведения конференции не точно найдут ну чтобы потом красоваться у вас на пленарном и приветствовать участников значит гостиница билеты и трансфер это то что оплачивается хуже всего в фондах и то что доставляет вообще массу головной боли потому что вот эти все как бы оплаты они по идее вы должны их делать через две институции через институцию куда значит приходят конференционные деньги и через институцию откуда ваш участник приезжает что он должен оформлять командировку вы ее должны тут значит соответственно оформлять в том месте куда он приезжает это страшная головная боль я вообще советую по возможности вот этого пункта избегать потому что это это чрезвычайно сложно сделать плюс участники еще могут там билеты не прислать обратно еще что-то такое тут есть вы устраиваете себе какую-то страшную головную боль оплатите что-нибудь другое потом у вас участники могут приехать из владивостока все ваши вы можете допустим вы оплатите там проводите в петербурге ну думаете москвичи приедут а к вам из хабаровска все заявки подадут и сразу ваш фонд на оплату там билетов и так далее он сразу у вас за пару участников весь исчезнет то есть вот этот пункт который по возможности его вот уже как бы бесплатно не сделать вам нужно все-таки проводить конференцию за счет чтобы участники съезжали с вам или съезжали за свой счет или принимали участие онлайн или постерный доклад вот это значит я вам посоветую фонды обычно не оплачивают кофе-брейки никогда они не оплачивают кофе-брейки кофе-брейки можно оплачивать это важная часть конференции это общение происходит но можно сделать по-другому или можно конференцию так организовать что где-то рядом хорошее кафе с кафе договориться что вот в этот период к вам придут люди пожалуйста закройте его там на мероприятие и но все придут сами заплатить вот или также с кеттеринговой компании договориться что вот вы будете обслуживать эту конференцию привезете там кофе и какие-то там печеньки и в общем то небольшие суммы люди обычно когда это удобно на конференции сами покупают без разных разгар без всяких разговоров но предоставить такую возможность при организации конечно надо вот кофе-брейки ланчи это таким образом делается а какая-то организация типа вот городских властей она как раз вот это может организовать университет обычно нет конференционных значит фонды обычно это не оплачивают городские власти организовать это могут или спонсор может организовать когда если у вас есть спонсор он может деньги переводить не вам а вот допустим оплатить где-то в кафе кофе-брейк оплатить где-то в кафе конференционный обед или ланч вот это спонсор если у вас найдется лучше всего его средства на тратить на те пункты которые другие из других средств покрыть довольно сложно значит культурная программа вот на культурную программу тоже не советую вам тратить деньги потому что культурную программу всегда можно организовать бесплатно можно договориться с музеем об экскурсии можно договориться с библиотекой об экскурсии в какие-то интересные фонды но у вас как-то интересы должны совпадать вы должны привлечь к их к участию они должны быть в числе организаторов если они в числе организаторов они просто там бесплатное мероприятие вам право если в числе организаторов они потом у себя тоже отчитываются за это мероприятие и значит это их вклад в общую организацию а участникам очень интересно бывает сходить на какую-то интересную экскурсию может быть даже на краеведческую по городу или там университетский музей или в какой-то в один из музеев там петербурга но у вас тогда этот музей должен быть числе организаторов вы когда договариваетесь о партнерстве вы значит с их стороны просите вот организовать такую экскурсию в качестве культурной программы значит связь интернет обычно фонды оплачивают но если нет то вот тоже вместе с помещением можно договариваться с организацией об оборудованном помещении и там вот это все будет значит презентационный пакет который вы часто получаете на конференции вообще я считаю что это самая никчемная часть конференции когда получаете эти папочки ручки там конечно можно это все делаете с логотипом своей организации но обычно это то что люди в лучшем случае доносят до гостиницы там оставляют это вот не нужно никому а вдруг он ручкой захочет что-то участник написать вы собираетесь собираете ученых если у ученого ручки нет или там нет там компьютера или там телефона куда он мелкие записи делает может таких ученых я не видела знаете что ручки сейчас вообще деловые люди зловых людей таких не бывает так что это такая вот символическая вещь иногда можно вот эти все мелочи в одной из организаций которые у вас принимает участие можно просто обратиться к ним и некоторые ради рекламы свои блокнотики какие-нибудь или ручки с логотипами будут готовы в эту папку положить но я бы вообще не заморачивалась по поводу такой папки это как-то на многих серьезных конференциях я была без всяких там папок это обходилось вот программка она конечно нужно программка она конечно нужно но вот я бы никогда не советовала вам типографским образом ее изготавливать может быть только корочку сделать программы типографскую а программа на нормальной живой конференции вот хороший которую вы готовите и где хотите чтобы действительно было научное обсуждение она до последнего дня корректируется всегда но потому что люди живые а я не успеваю приехать на свой доклад перенесите на другой а я не могу значит вам надо сдвинуть если в типографии отпечатаете за две недели у вас будет не жизнеспособная программа я все-таки вам советую если вы хотите красивую программу сделаете обложку типографскую а внутрь вложите обычные листы а4 раз печатаны на компьютер а на компьютере распечатать вы можете конечно в одной из организаций которые у вас в организаторах а ну и собственно говоря вот таким образом провести конференцию где каждая каждая из пунктов бюджета и все конечно пункты многие из пунктов бюджета некоторые организации даже могут вам вот переводчика предоставить синхронного хотя это самый наверное дорогой пункт бюджета не все но некоторые попробуйте обратиться какой-нибудь школе перевода или может быть даже каким-то курсом переводческим или к агентству какого-нибудь вдруг им по каким-то причинам нужно вы для отчета чтобы у них было участие там в конференции в качестве организатора вот и тогда вы можете попросить бартер то есть вот очень многие пункты вот этого бюджета зависит от ваших организационных возможностей и в конечном итоге можете и избавить даже если вы допустим обращались к фонду не получили все равно можете провести успешную конференцию и сделать электронное издание которое электронное здание как бы она стоит но она стоит минимум минимум при условии если вы будете ну вот самостоятельно его готовить форматировать и так далее таким образом время я смотрю уже исчерпали таким образом можно минимизировать свои расходы и если вы не будете издавать материалы конференции или обойдетесь электронным изданием то свести их вообще до такого символического минимума который можно покрыть там организатором которые иногда могут быть сами заинтересованы в проведении этой конференции или за счет организационных взносов которые ну вот достаточно сложно получить ну вот надеюсь что те сюжеты о которых я сегодня рассказывала будут вам полезны и с удовольствием отвечу коллеги на ваши вопросы вопросы можете задавать в чате можете задавать в папку вопросы я увижу сразу вот чат сейчас у меня перед глазами или в папку вопросы вопросы у вас какие-то есть удовольствием отвечу нет вопросов у вас да так вот я вижу вопрос в папке да можете на почту написать пожалуйста спасибо коллеги что пришли вижу здесь есть знакомые всех приветствую и те кого никогда не видела а значит коллеги я читаю в скором времени начинают татьяна викторовна уже говорила большой кода курс про конференции сегодня рассказывала только об одном таком практическом аспекте а вот я читаю такой курс вы когда скачайте презентацию там будет ссылка и там я рассказываю очень подробно о том какие цели можно какие свои жизненные цели задачи можно решить за счет проведения конференции какие бывает что и как вот тут татьяна викторовна еще в чате написала поэтому если вас заинтересуют разные аспекты проведения конференции ну вот я такой практикующий проводить конференции я не просто теоретически об этом знаю на проводила конференции причем я проводила конференции как в россии так и за рубежом ухитрялась получать гранты я финляндии работала два года и там мы провели две конференции международная одна из них полностью опланчивалась там фондом финским академическим поэтому вот такой вот опыт разнообразный есть а второй мы гранты не получили а провели ее как бы на энтузиазме но тоже в финляндии одно финляндии часть а вторую петербурге я бы низко но в определенном смысле в социально-гуманитарном блоке найти легче а вот в техническом там просто нужно обращаться в другие организации есть ведь вот там технические темы или медицинские темы там свои источники финансирования скажем медицинские конференции финансируют фармацевтические компании часто там другой тип конференции у них а научно-технические конференции вот ну естественно да научно-технические конференции можно обратиться к производством фирмам заводам и так далее которые могут выступать в качестве спонсора а и это уже как бы не вот эти вот академические фонды там нельзя сказать что легче или не легче там другие совершенно просто другие модели взаимодействия но если вас скажем такая компания финансирует она конечно заинтересована в том чтобы вы чтобы у вас тематика подходила и чтобы вы их как-то там значит в этом направлении работали вы не можете провести конференцию по медицине значит критикующую работу фармацевтических компаний которые определяют медицинские направления такую тему она вам не поддержит а вот лечение ковида значит там лекарства там что-нибудь такое вот это компания поддерживает конечно опыт взаимодействия со спонсорами можно получить только взаимодействие со спонсорами такого опыта вот я могу вот на и на курсе я буду рассказывать о своем опыте там определенный опыт есть но вам нужно выходить на разных людей с ними общаться то что вот сколько мы эти спонсоров столько всяких особенностей общения с ними у меня всякие были негативные и позитивные вот конференцию екатерининскую мы проводили и фонд там петра первого такой я нашла ну думаю обращусь вроде там он по российской империи а мне директор фонда на которую я вышла говорит какая катерина 2 нажимала немка немка была мы не будем немку поддерживать вот такой вот опыт у меня например есть но и как бы поняла что не о чем разговаривать и нашла другой как фонд другого спонсора один обанкротился пока мы процессе хотели много чего нам оплатить процессе обанкрот всякие были казусы но в принципе для некоторых это неожиданно даже бывает да давайте подумаем да вот интересное предложение вот можно обращаться если это какая-то компания где там директорами достучаться пиар-компанию их обращаться потому что у значит там промышленности и так далее вот эти все наши конференции они по части пиара идут это им создает позитивный образ в обществе проведение на спонсирование научных конференций поэтому с вами пиар-менеджер вот это может обсудить а если вы чувствуете что он как-то но не очень а то уже но можно попробовать выйти на каких-то более существенных персонажей так на почту можно ну каким-то компаниям не интересно каким-то интересно смотря какие конференции смотря какая организация проводит есть большие компании которые вот прям вот любят с академическими институтами проводится типа дерипаски вот он с вузами как-то не очень а с академическими институтами прям вот нежно любит но не знаю почему и довольно много поддержал проектов вообще не имеющих отношения к компании значит к деятельности его компании в институте философии он проект поддержал и так То есть нужно посмотреть и, может быть, договориться с каким-то академическим институтом, чтобы вместе проводить, чтобы можно было под этим флагом к этому спонсору обратиться. Я сама часто бываю таким вот зарубежным спикером, который куда-то едет, но институция моя мне не оплачивает, и на свои средства я не везде могу поехать, то я иногда на месте грант получаю. А вот здесь, кстати, могут быть фонды местных сообществ вот из этого зарубежья, там из Казахстана, из Узбекистана, там у них могут быть свои сообщества, которые ваш спикер, который ученый, великий, погруженный в свою науку, может не знать. И вы можете, значит, ну вот посмотреть, погуглить, какие у него там есть фонды местных сообществ, какие есть фонды как бы в этой стране, какие иностранские фонды есть, могут дать ему как бы travel grant и такую вот как бы программу написать. А вот оплачивать спикеры из-за рубежа за счет наших фондов, это чрезвычайно сложно, это действительно проблема такая есть. Это сложно, и такой пункт очень часто в бюджеты не входит, и сложно чисто теоретически взаимодействие вашей с бухгалтерией, с бухгалтерией университета, вот этого вашего спикера и так далее. Вот гостиницу еще как бы легче найти и оплачивать, допустим, частично, а вот билет это прямо вот очень сложно, честно говоря. Нужно ориентировать спикеров на travel grant и самим помогать им эти travel grant искать. А здесь по возможности находить способы гостиницу оплатить. Во многих вузах, кстати, есть и гостиницы, или аспиранские общежития довольно комфортабельные, или вообще хорошие условия для того, чтобы комнату там предоставить приезжающему профессору. Для этого нужно с проректором поговорить, с проректором по международной деятельности. Или это реально? Может быть, даже привлечь какой-то вуз, у которого есть такие возможности, ради того, чтобы своего спикера через этот вуз устроить. Ну, много работы. Я не говорю, что организация конференции, это вот так вы организуете, и на счет три она крутится, вся и проходит. Для того, чтобы организовать хорошую конференцию и как-то поддержать участников, очень много работы, причем работы волонтерской. Потому что работу организаторов практически никто не оплачивает никогда. Вы получаете свой дивиденд только в виде культурного капитала, знакомства с разными людьми, значит, известности как организатор. Вот, ну, какие-то свои цели вы станете. То есть у вас должен быть энтузиазм, вы должны понимать, что вам это нужно, ну, потому что если вам это не нужно, вы будете делать через пинг-колоду, и активность, конечно, не сможете проводить. И конференции есть разные. Есть, которые вас там заставляют на работе проводить, а есть, которые вы проводите, потому что это ваша тема, вы хотите увидеть этих людей, вы хотите пообсуждать эти вопросы, это для вас важно. Но времени тратится на это много, это я честно скажу. Вы фактически тратите свое время, свои ресурсы жизненные на это проведение. Но это вам очень много может дать. Так, еще, коллеги, вопросы? Нет вопросов? Ну, вот, значит, коллеги, спасибо вам большое за внимание. Я постаралась вам показать какие-то, какие есть источники, о которых там, может быть, не все знали. И показать вкратце, жалко мало времени, пункты, которые вы можете за счет организационных вопросов решить эти вопросы и не тратить для них деньги вообще. Можете скачать презентацию, приходите, пожалуйста, на мой большой курс. Ну и, да, там мой адрес электронный есть, можно со мной связаться. Я готова ответить на какие-то ваши вопросы. Так что спасибо вам большое. Жаль, что я вас не вижу. И, надеюсь, мы еще будем с вами встречаться на других вебинарах или на моем курсе. До свидания, коллеги. Всего доброго. Продолжение следует...